ну действительно в ведах описывается во первых если мы берем вот эти четыре юги то первое юга сайте юга потом было два пара юга потом третий 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 юга сейчас калий юга и вес и рост людей и соответственным образом все уменьшается рост людей и когда-то не буду называть сколько рост был потому что это будет совершенно невероятно сайте югу но до сих пор находят естественно сейчас наше время находят скелеты десятиметровых людей в 10 метров то есть на самом деле это было в 10 раз больше вот каждая предыдущая юга в 10 раз больше рост человека был то есть если сегодня скажем там доллара доллара метр 70 метров 80 то да то трейд трейд лазит то прошлую югу это было в 10 раз то есть получается до 20 метров ну соответственным образом можно умножать на 10 получается рост людей которые жили вот в ту эпоху другой вопрос что их не находят сейчас поскольку тех слоев не сохранилось уже кирparagus которое было и это было кстати не на территории индии индия ты появилась на свет на нашей картах появилась вот где-то 2 там с лишним тысячи лет а что было до индии до индии были как бы и индии не было поэтому они действительно атланты если мы говорим в а тлато арии это же это же была раса гигантов это же мы знаем потом что приходили люди белые это приходили люди, действительно, гиганты, которые жили в других районах, но они приходили и они давали знания. И строили свою цивилизацию, но я просто хочу сказать об Ариях, что сейчас уже многие и археологи, и ученые сходятся на том, что Арии были как бы не исходным материалом, что Арии были вот даже на территорию Северной Индии, были пришлые люди, до этого там еще одна цивилизация существовала, вот мы почему и начали с Махенджедара и со всех этих городов, это доарийские проблемы, да. Да, совершенно верно, это была дравидийская или аурийская цивилизация, они между собой как бы враждовали, одна была технократическая цивилизация, другая была глубоко духовная цивилизация, потом уже появились Арии, да, после вы понимаете, что я делаю, Михаил, вот сейчас ведь мы говорим в точности о том, что мы читали в детстве, это машина времени Герберта Уэллса, две цивилизации, Марлоки и Элои, да, Элои, которые живут на поверхности, они такие просвещенные, просветленные, и подземная цивилизация Марлоков, которые очень техногенные, но этих Элоев периодически там пожирают или используют каким-то образом. Но есть одно но, да. Но есть одно но, да, совершенно верно. Так что может Герберт Уэллс был даже не провидцем о том, что предстоит человечество в будущем, а просто какой-то пласт времени в нем отпечатался, и вот таким образом появился на свет фантастический роман. Ну, на самом деле, мы же знаем о том, что действительно Эдгар Кейси брал информацию. Эта информация хранится у нас в таком слой, который называется, в общем-то, эфир, или его называют «Торсионные поля» сейчас, где скорость распространения такой информации, там чуть ли не 800, говорят, тысяч, я уже не помню, или чуть ли не миллионов раз выше, чем скорость света. И вот эта информация, есть люди, которые имеют туда доступ, читают Акаши, допустим, и там эта информация есть, и там она хранилась. Поэтому те люди, которые фантасты, которые думали о том, что вот они там, вымесил у них все это, на самом деле, эти люди, которые имеют память, и мы знаем, что если вести человека в определенное состояние, там, тут Монро у нас есть на нашей территории, то там вводят в регрессивную память, и человек вспоминает свои прошлые времена, прошлые, свои жизни, и, естественно, это было, и то, что мы называем сегодня science fiction или научная фантастика, на самом деле, это не вымеслило, это на самом деле то, что действительно было. И поэтому, вспоминая, о Махабхарате все написано, на самом деле, уже то, что произошло. Там описаны виды оружия, там написано о том, что битва, это за 18 дней, которая проходила битва на Курукшетре, 60 километрах от города, который был столицей Индии, Хастинапур, теперь нынешняя Нью-Дели, и вот там проходила вот эта битва, она проходила в трех стихиях, она проходила под водой, она проходила на земле, она проходила в воздухе, то есть в то время люди могли подниматься в воздух, могли летать, это действительно, действительно было, и там были существа, опять же, можно посмотреть в блоге cengatesradio.com, о том, что там были такие существа, это были ракшесы, это были, ну, много там, короче, все у нас есть еще и отдельная загадка, над которой сегодня гадают, это загадка аппаратов этих, виманов, да, виманы, да, это технические корабли, привет Гитлеру, что это за техника, откуда она взялась, и главное, какие энергетические способы она использовала для того, чтобы вот таким вот образом передвигаться, вот это вот, наверное, самая главная загадка, потому что, если мы говорим о тех людях, больших людях, которые раньше существовали на Земле, а я напомню, что самая большая раскопка, если говорить о больших людях, это так называемый сирийский скелет, по-моему, в 35-м году его раскопали, в 1935-м, 7 метров 60 сантиметров он был, но это, видимо, еще уже не тот слой, который, как вы говорите, 20 метров, вот, но тем не менее, это одна из самых древних вот таких вот раскопок вот такого плана. Очень жаль, что на этой территории сейчас ничего уже не покопаешь, пока оттуда не уберутся все эти сумасшедшие, которые там сейчас воюют, вот, и разрушают, кстати, следы древних цивилизаций, потому что мы до сих пор не понимаем, опять-таки, кто построил тот же Баальбек на территории Сирии, с его монолитами, гигантскими совершенно монолитами, которые даже бы, ну, помыслить себе невозможно, чтобы люди, вот этот тут сложенный монумент, который в длину там лежит в Баальбеке, хотя он, ну, почти в точности повторяет монумент Джорджу Вашингтону в городе Вашингтон, соответственно, вот, по форме, по всему, вот, но я думаю, что когда ставили монумент Джорджа Вашингтона в столице нашей нынешней, ну, не родина, не могу сказать, да, нашего нынешней страны обитания, что-то, ну, не знаю, что-то в этом есть, потому что руководствовались, вот, именно созданием таких монументов, которые в древнем, в очень древнем мире, как бы, ставились, наверное, были обычным явлением. Да, совершенно верно, и у нас, опять же, есть много действительно доказательств, к сожалению, эти доказательства, они под большим секретом, кстати, есть чертежи виманов, тех самых космических кораблей, и там есть много, на самом деле, было различных категорий. И описание их. Естественно, есть описание, чертежи есть, причем можно их даже по этому описанию, чертежам построить, более того, там даже есть предписание тем людям, тем космонавтам, которые должны были летать, что им есть, как им есть, там все до мельчайшей подробности описано, и это, кстати, документы, откуда же это они есть, да, то есть они где-то, они хранятся, они хранятся в очень, под большим, большим секретом, все-таки, ну, кто-то не хочет, чтобы это стало достоянием общественности, иначе можно так получить то самое, какое-то оружие, которым можно нанести большой вред. К сожалению, все оружие, которое создавалось, оно как раз таки создавалось именно не для того, чтобы приносить пользу, а для того, чтобы как раз таки приносить вред. Поэтому оно и называется оружие. Я хотел сказать об этом, что может быть, современному человечеству и не стоит сейчас обладать вот этими вот знаниями, потому что может быть использовано так, не во благо, а во вред, что, что может быть, на самом деле лучше не надо. Иногда незнание даже бывает лучше знания. Достаточно атомной бомбы уже, мне кажется. Достаточно много средств сегодня для того, чтобы разрушить то, что есть. И без этого. И без этого, да. Просто это другой путь, другие технологии, совершенно другое направление. Но, тем не менее, да, мир стал более технологичным, человек стал более слабым, человек стал более слабым даже не только силой физической, но и духом, наверное, стал слабее, по крайней мере, он меньше, он ушел в гораздо большей степени от каких-то энергетических своих возможностей, какими, видимо, были наши предки, вот, и стал такой очень технологичный. Но, может, компьютеры нас виртуальным пространством вернут в обратную сторону, да, и мы снова разовьем свою виртуальность. Да не дай бог. Да, компьютеры могут быть и возвратят того, кто хочет возвратиться в виртуальную реальность, но на самом деле мы находимся сегодня чисто, скажем так, по времени, мы находимся в такой мини-сати-юге, и это золотой век, его так называют, это те самые несколько тысяч лет в рамках вот этой кали-юги, которая век невежества, к сожалению, и мы сейчас находимся на пороге чего-то действительно и технологически нового, и на пороге в общем-то возможностей человеческого существования и альтернативного вида мышления и энергии, кстати. Поэтому мы с вами говорим, что сейчас все больше и больше появляется людей, которые обладают, каким-то образом в них просыпаются вот те скрытые возможности, которых до сегодняшнего дня они не имели. вот буквально на пару дней тому назад мы говорили о нашем целителе, который находится у нас прямо вот в соседнем, в соседней комнате сидит, корейский, корейский там целитель, который действительно исцеляет каким-то образом, не знаю, но еще раз, конечно же, гораздо большее количество людей, которые не обладают такими качествами, но которые говорят, что не обладают такими качествами, но от этого никуда не денешься. И он говорит. Мир дуальный, но он это не только говорит, он это делает, а говорить можно, но это все выясняется потом и так или иначе выясняется. Поэтому возможности все-таки в принципе они есть, надо этим пользоваться. Главное, чтобы это было направлено на созидание, а не на разрушение. Ну, замечательно. И самое главное, что мы не знаем, досталось ли это нам, достались ли кому-то эти возможности от тех знаний, от той энергетики, которая была у предков. Тем не менее, в каждом, наверное, поколении, в каждой системе человечества, я не могу сказать, поколений это слишком мало, а человечество все-таки имеет несколько систем. В каждой системе человечества появляются вот эти вот люди, которые действительно могут пользоваться собственной энергетикой, могут пользоваться теми способностями, которые нам непостижимы. Просто я думаю, что наши предки, если это были вообще наши предки, я не очень уверен, кстати говоря, если вообще это так можно определить, пользовались этим в гораздо большей степени и больше могли на энергетическом уровне сотворить, ну, даже если это касалось чего-то материального. Да, Ярослав, вы знаете, у нас с вами существует довольно много сейчас уже в контактах людей, которые, ну, непосредственно владеют такими возможностями. У нас совсем недавно на этой неделе выступал Тодор Тодоров, который является известным, признанным экстрасенсом, парапсихологом. Он скоро появится у нас на Сангейтсе, на Ютубе, появится как раз-таки анализ одного человека, который был в эфире, вот во вторник это было, и его разбирали два человека. У нас совершенно замечательная наша новая знакомая из Москвы, женщина, которая занимается и Таро, и которая занимается рунами. И как раз вот сидел человек прямо перед камерой, Тодор, и она, о нем рассказывали. То есть они его видели первый раз, это англоговорящий человек, понятия ничего, не имеющие вообще ни об этой, скажем, стороне жизни. Кто-то его там рассматривает, и для него это было непонятно, откуда они про него это все знают. Это он мне потом говорил. Но все то, что оба этих человека говорили про него, оказалось, не оказалось, я-то это знаю, это была абсолютнейшая правда. И, естественно, мы не договаривались. И вот такие люди действительно обладают такими способностями, возможностями, и они будут принимать участие в наших программах. И вот тогда мы у них вот прямо и спросим, как они думают, как они считают, это правда, это неправда. И есть ли это пришельцы, которые там, скажем, где-то там жили в каких-то городах, или это действительно, ну, слушайте, я смотрел все эти биквы, и у них приходишь и спрашиваешь, это все было много, там, сотен лет, а то и там, они говорят, нет, это вот так, вот так, вот так, каким-то образом они все это видят. Так что мы у них спросим. Обязательно спросим, потому что это интересно. Ну что, дамы и господа, я думаю, что на этом мы заканчиваем сегодня программу. Все убедились в том, что каждую из этих тем можно развивать еще бесконечное количество раз, потому что любое направление, которое бы мы не выбрали из наших сегодняшних тем, оно нас выводит просто на отдельную программу, поэтому перспективное поле у нас очень и очень большое. Поле не пахано, Михаил. Да, спасибо большое, Ярослав. Я хочу только объявить о том, что все-таки, если есть какие-то замечания по этой программе, дополнения, у вас есть какие-то вопросы к Ярославу, ко мне, к Владимиру или просто к центру SunGates конкретно, пожалуйста, пишите нам на SunGates 1.08, это наш Skype, вы можете оставить ваши замечания и предложения sungatesradio.com, там есть специальная секция блог, где вы можете оставить, опять же, ваши вопросы. Ну и можно позвонить нам по телефону 224-795-7796 или по телефону 847-226-9956. Пользуясь случаем, я хочу сказать о том, что 22-го, надо посмотреть точнее у нас на SunGate-центр на сайте, у нас будет очень интересная телепатические сессии вот от нашего целителя, которого зовут, сейчас я смотрю, это будет 22-го числа, да, 22-го числа, во вторник, в 2 часа дня, Central Time, средней полосы времени, в Нью-Йорке 3 часа. Это будет не обязательно для этих городов, Чикаго или Нью-Йорк, это для любого человека, который захочет прийти к нам по ссылке, и он может поучаствовать и получить, ну, не знаю, какого-то рода исцеление. То есть, это будет в прямом эфире телепатическая сессия этого Муджина, так его зовут, этого корейского мастера, который будет, ну, вот, свою энергию направлять на тех людей, которые будут принимать участие в этом. Для этого надо зайти SunGate Radio на Facebook, ну, или позвонить по нашим телефонам, и просто, ну, даже и регистрироваться, наверное, не надо, просто как-то надо обозначить свое присутствие, о том, что этот человек есть, чтобы он знал, кто, в общем-то, присутствует, потому что хоть какое-то имя должно быть, и я хочу принимать в этом участие. Так что, это будет интересно. 22 числа, в 2 часа дня по времени города Чикаго. Ну, на этом еще раз, Ярослав, большое вам спасибо. Спасибо большое, Михаил. Спасибо большое. Владимир. Владимир, да. Спасибо большое. Спасибо, Михаил. Встречаемся в эфире. Встречаемся, да. Место встречи изменить нельзя. Но мы с вами встречаемся в воскресенье. Да, у всех выходной, у нас рабочий день. И мы будем говорить на белорусской мове, как мы, в общем-то... Я капитализм, разумеется. Да. И эта программа состоится в воскресенье в 10 часов утра по времени города Чикаго в Москве, в Минске это будет 4 часа дня. Повторяю, это будет... Нет, не 4. Это будет 6 часов вечера. 6 часов вечера, 18 часов в Москве и в Минске. Поэтому... 17 тогда. Да. Поэтому, пожалуйста, кто хочет принять участие и с нами побывать в эфире, пожалуйста, приходите. Ну, на этом тогда мы сегодня заканчиваем программу. Всего доброго и благодарим всех присутствующих в студии, всех присутствующих на линии наших радиослушателей. Спасибо, Михаил. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok